Сериалы нас удивляют, сериалы нас развлекают, сериалы нас завораживают. Во время просмотра вы получаете огромное количество эмоциональной разрядки, которая необходима, чтобы справиться с проблемами, которые вас волнуют. С другой стороны, в сериале много элементов, помогающих вам получить представление о жизни за пределами экрана. Вы видите, как люди ведут себя в тех или иных ситуациях. Так что вы можете сравнить то, что происходит в реальной жизни с тем, что показывают в этом сериале. Тем более авторы постарались написать такой сюжет, который был бы увлекателен для абсолютно разных людей. Каждый эпизод сезона обещает быть насыщенным и увлекательным. А тем временем дата выхода эпизода уже определена. Зрители смогут увидеть новую серию уже 13 января. Новые слухи все больше и больше подогревают интерес у заждавшейся аудитории. Чего же ожидать зрителям от грядущего эпизода? Пока предположить достаточно трудно, но все же ясно одно – в день премьеры все хотят получить новых ощущений и впечатлений от просмотра. Многосерийные ленты не теряют своей актуальности, и сегодня они являются самыми востребованными. Далее в нашем обзоре мы расскажем о проектах, которые вобрали в себя лучшие качества и стали мировыми хитами. В дебютном эпизоде главные герои сериала Миша и Дима дружат с самого детства. Когда они стали взрослыми, они стали заниматься общим бизнесом, руководя мебельным магазином. В итоге они построили свое жилье, практически одинаковые во всем особняки, по соседству и без забора между участками. А когда обзавелись семьями, то стали дружить домами. Супруги Миши и Димы тоже очень быстро нашли общий язык. Между этими людьми, казалось, царила такая идиллия, которую разрушить просто невозможно никому и никогда. Но внезапно их дружба заканчивается бесповоротно. Из-за вскрывшейся тайны обе семьи стали злейшими врагами друг для друга. Актер Егор Бероев рассказал о сериале. Мой герой Дима, до предела увлекающийся человек, он очень старается соответствовать той дороге, которую выбрал. Я думаю, его развод с женой – это частая ошибка в жизни многих людей. Когда супруги думают, что разлюбили друг друга, и нужно искать других. Но это просто такой этап в семейной жизни, после которого опять вдруг может случиться взрыв и эмоции. Режиссер сериала также поделился в интервью своим мнением. Съемки проекта открывают для меня особую возможность создать что-то новое и свежее в знакомом формате. Это забавная история про настоящую мужскую дружбу в очень оригинальном конфликтном сюжете. Актерский состав прекрасный. Честь и удовольствие работать вместе. Семейные комедии – это жанры, в которых мы преуспели. Над проектом работают авторы и продюсеры семейного хита «Ивановы-Ивановы». Так что я не сомневаюсь, что все будет сделано очень качественно, смешно и трогательно. Словом, так как мы умеем. Рассказал генеральный продюсер Виталий Шляппа. Этот сериал – первый проект канала ТНТ, который был создан вместе с продюсерами другого проекта «Супер». Одним из них стал режиссер Клим Шипенко, постановщик комедии «Холоп», собравший самую большую кассу за всю историю отечественного кинопроката. Работа над многосерийным телефильмом велась в районе Калужского шоссе в 35 километрах от столицы. Место для съемок было выбрано живописное и очень тихое. По словам группы, единственное, с чем немного не повезло, это с погодными условиями. Съемки велись, начиная с июля по октябрь. И сцены, в которых должно было быть знойное лето, выпали на холод. Актеры ходили в шортах, стояли якобы под грибным дождем, когда их поливали из шланга, и прыгали в бассейн при температуре, которая вовсе к этому не располагала. Казалось бы, что общего между девушкой Олей из провинции и дочерью миллиардера Марго? Они обе хотят заработать много денег. Оля – это приезжая простая девушка, которая едва сводит концы с концами. А Марго – девушка из высшего общества, внезапно лишившаяся своего статуса и состояния. По иронии судьбы, она вынуждена устроиться официанткой в кафе, где, собственно, работает Оля. Вместе девушки начинают подумывать о своем прибыльном бизнесе. Тем более, что почти все для этого у них есть. Все, кроме денег. Но на одни чаевые дела не откроешь. В первой серии Оля, находясь в тяжелом финансовом положении, трудится на двух работах. А Маргарита может получить все, о чем можно только мечтать. Но внезапно жизнь девушки кардинально меняется. И ей приходится идти на работу. Оля и Марго совершенно не похожи друг на друга. Но их объединило отсутствие денег и необходимость работать официантками в подмосковном кафе. На что пойдут девушки, чтобы решить свои проблемы? Сериал является российской адаптацией американского ситкома «Две девицы на мели». Весной 2016 года стало известно, что телеканал «Пятница» готовит к премьере российский ситком «Две девицы на мели». Оригинальная версия проекта с Кэт Деннингс и Бэт Берс вышла в 2011 году на американском телеканале. Проект продлился шесть сезонов и получил премии «Эмни» и «Выбор народа». Режиссером российского сериала выступил Константин Смирнов, известный по таким работам, как «Зомбоящик», «Беглые родственники», «Универ», «Новая общага». Съемки российской адаптации «Двух девиц на мели» стартовали в июне 2017 года. Изначально планировалось, что ситком будет транслироваться на телеканале ТНТ, но потом было объявлено, что премьеру ситкома покажет «Пятница». Одни из главных ролей в проекте исполнит звезда комедийного шоу «Однажды в России» Ольга и лучший друг Дмитрия Нагиева в сериале «Физрук» Владимир Сычев. Картункова воплотит образ героини Макс, которую в оригинале играет Кэт Деннингс. Она колкая, знающая жизнь, работает на двух работах, чтобы свести концы с концами. Оливтини Тукан досталась партия Кэролин, утонченной барышне с трастовым фондом, которой по воле случая пришлось податься в официантки. Создатели проекта «Реальные пацаны» выпустили новый сериал. Но это не только комедийный сериал о людях, которые делят одно жилое пространство, но и очень смешная инструкция о том, как быть верным своим мечтам и оставаться собой. Это история об интеллигентном неудачнике, который живет в коммунальной квартире Петербурга. Также он работает так называемым литературным негром у Ольги Бузовой и пишет от ее лица автобиографию. Этот питерский комедийный сериал, рассказывающий историю не только писателя Вении Ольги Бузовой, но и жителей коммунальной квартиры. Провинциальная учительница танцев, по ошибке ставшей стриптизершей, дилера, завязавшего с криминальным прошлым и суррогатной матери, которая вынашивает ребенка за деньги. В первой серии от такой работы наш главный герой готов залезть в петлю, но его останавливает день рождения дочери. Основные действия сериала происходят в коммуналке, созданной на одной из студий. Квартира вышла настолько достоверной, что во время производственного процесса некоторые работники съемочной группы жили прямо в ней. Работа над сериалом шла 4 года. Три года велась работа над сценариями и поиском главного героя. Еще один год продолжались съемки и монтаж. Изначально сериал назывался «Бисер». В процессе работы над сериалом его создатели нашли в сюжете и атмосфере фильма некоторые ассоциации с творчеством Достоевского и решили переименовать сериал в «Бедные люди». В целом сериал получил положительные отзывы. «Бедные люди» — единственный российский сериал, попавший в список лучших сериалов 2016 года по версии журнала «Афиша». Певица Ольга Бузова рассказала подробности о проекте. «Да, мне было сложно. Некоторые сцены приходилось переснимать по несколько раз. Ведь я именно играла Ольгу Бузову. В комедии должен быть юмор и гротеск, поэтому многие черты моего характера были утрированы. Я как человек и как личность отличаюсь от той Ольги Бузовой, которая предстанет перед телезрителями в сериале». Смоленск — обычный город, расположенный в средней полосе России. Лишь одно отличает этот город от любых других провинциальных городов. В Смоленске живут вампиры. Живут давно. Живут простой семейной непримечательной жизнью. В один из дней в Березовой роще под Смоленском находят останки двух парней, на которых присутствуют следы от укусов. Следователю из Москвы предстоит разобраться, виноваты в преступлении дикие звери или местные вампиры. После премьеры первой серии проект получил гигантскую поддержку со стороны зрителей. Креативный продюсер Алексей Акимов поделился своим мнением. Мне очень нравится, когда мистика и быт умело переплетены между собой. Тогда, находясь внутри обычной жизненной истории, мистика не выбрасывает тебя из реальности. Она становится просто дополнительным украшением, дающим истории новые повороты и возможности. В сериале всего неделя из жизни вампиров в провинциальном российском городе, но эта неделя выдастся для них весьма бурной. Оказывается, они также любят, также защищают свою семью, также ходят на работу, также сталкиваются с классическими проблемами отцов и детей. И, несмотря на то, что они другие, зачастую вампиры оказываются лучше людей. Обращайте внимание на людей рядом с вами, возможно это окажется прекрасный человек. Режиссер-постановщик Антон Маслов также высказал мнение о сериале. «В России всегда все иначе. Мы иначе живем, любим и ненавидим. И даже вампиры в нашей стране другие. Весь кайф в нашей истории в том, что вампиры у нас положительные ребята. Они хотят любить. И для меня в основе лежит не только вампирская тема, а большая и мощная история про удивительную семью, которая попадает в сложную ситуацию. Эта история напомнит всем нам, что нужно оставаться людьми, несмотря на обстоятельства. Чем дальше мы друг от друга, тем темнее мир вокруг нас». В сериале на 100% наши – российские вампиры. С нашей ментальностью, радостями и проблемами. Они не классические герои Дракулы, которые боятся чеснока и носят красивые наряды. Они пьют кровь из пластиковых полторашек и граненых стаканов. Выбор Смоленска не случайен, ведь у города большая история. Его брали немцы, французы и старались даже татары. «У нас будет много исторических флэшбэков», – пояснил Антон Маслов. Вторая половина XV века. Москва. Последние правители Византии-палеологи бежали в Рим. После смерти первой жены, князь московский Иван III получает предложение послов из Рима жениться на юной византийской принцессе в изгнании по имени Зоя-палеолог. Иван III отправляет в Рим доверенного воеводу Хромова и своего нанятого монетного мастера, итальянца Фреа. В первой серии послы привозят Зою из Рима в Москву, где при повторном крещении она принимает новое имя – Софья. Однако, став великой княгиней московской Софьей, Зоя-палеолог не оправдала надежд папы римского по расширению влияния католической церкви на Руси. Попытки посылать эмиссаров с целью убедить Софью следовать линии Рима, а в дальнейшем убить ее заканчиваются провалом. В сериале показаны наиболее яркие моменты правления Ивана III, война с Новгородской республикой, ссора и дальнейшие перемирия с братьями Борисом Володским и Андреем Большим. Также показан выход из-под власти Золотой Орды и противостояние между Софией и Еленой Волошанкой, которая является женой старшего сына Ивана III. Съемки сериала начались в ноябре 2014 года и проходили как за границей, так и в России. Для съемок на территории ВДНХ была выстроена декорация московского Кремля, соответствующая его историческому облику XV века. Тогда он был белого цвета, вместо привычного для нас красного. Специально для фильма реквизиторы нашли антикварную посуду и утварь того времени. Для проекта было сшито более тысячи костюмов. Тысячи россиян посетили выставку о создании этого телепроекта. К съемкам сериала были привлечены консультанты и эксперты. В телевизионном фильме с высочайшей точностью воспроизведены костюмы и предметы быта эпохи. Также телезрители увидят сцены сражений и природных катаклизмов, тайны и интриги средневекового великокняжеского двора, любовь и ревность, колдовство и покаяние. Перед художниками по костюмам в фильме стояла очень сложная, но невероятно интересная задача. Одеть весь великокняжеский двор Москвы XV века. И абсолютно каждый костюм должен смотреться художественно ярким, выразительным, ведь это одна из главных составляющих образа. Герой сериала Василий Русаков с отличием оканчивает Саратовское танковое училище. На дворе грохочет Великая Отечественная война, но это не мешает Василию влюбиться. И теперь в нем борется боевой командир и безрассудный юнец. Нередко в этом внутреннем споре юнец побеждает. Именно такие, как Василий Русаков выведут свои танки на Курскую дугу, крупнейшие танковые сражения Второй мировой войны. И ценой собственных жизней заберут победу у врага. В первой серии Василий Русаков знакомится со слушательницей медицинских курсов Марией. Василий приглашает девушку на свидание. В назначенное время красавица Маша приходит на место встречи, но Василия там нет. Обстоятельства помешали молодому человеку увидеть возлюбленную. Проходящий мимо офицер предлагает замерзшей девушке зайти в дом офицеров, чтобы согреться. На следующий день Василий безуспешно ищет Машу по всему городу, в том числе и в училище. Он не подозревает, что вчерашнее происшествие круто изменило их судьбы. Производство. Василий Брюхов, на чьей книге основан сценарий картины, был участником битвы на Курской дуге. Там состоялось его боевое крещение. Всего за время службы он подбил 28 вражеских танков. Андрей Кретов, продюсер сериала, рассказал детали о проекте. Книга Василия Брюхова открыла мне новый взгляд на ту войну. Он рассказывает о героических событиях Великой Отечественной войны простым человеческим языком. Упоминает бытовые детали, которые обычно документалисты той эпохи обходят стороной. Наш сценарист Давид Ланян также провел несколько месяцев в архивах, читая письма фронтовиков. Ему важно было понять, из чего состояла повседневная жизнь бойцов, что их тревожило и радовало, чем они делились с близкими. А что, напротив, предпочитали не упоминать. Мы хотели, чтобы события тех лет стали ближе сегодняшнему зрителю, в том числе и молодому. Чтобы зритель еще отчетливее ощутил масштаб подвига наших предков. Интересные факты. Прототипом героини Даши стала женщина-танкист Мария Октябрьская, которая на собственные деньги построила танк Т-34 и отправилась на нем на линию огня, чтобы отомстить за убитого мужа. Действия сериала в целом и первой серии в частности разворачиваются в конце 1960-х. Муслим Магомаев во время записи концертной программы знакомится с оперной певицей Большого театра Тамары Синявской. Между королем эстрады СССР и восходящей звездочкой Большого театра с первого взгляда пробегает искра, которая становится началом большей любви. Однако очаровательная Тамара замужем. Да и Муслим не свободен. Но у настоящей любви нет преград и судьба вновь сводит влюбленных, на этот раз в Париже. Продюсер Данила Шарапов рассказал о создании сериала. Этот проект для нас суперсложный и суперважный. Мы занимались им пять лет, сценарий писали четыре года, вместе с вдовой Муслима Магомаева, Тамарой Синявской. Во время производства случилось все, что могло было случиться. Люди ломали ноги, караваны сталкивались друг с другом. Режиссер Дмитрий Тюрин также поделился деталями. Для нас было важно, чтобы получилась романтическая музыкальная сказка, потому что это история о любви, а любовь – сказочные чувства. Хочется, чтобы зритель сопереживал, ведь история их любви очень непростая. Съемки проекта стартовали в начале октября 2018 года, о чем сообщил продюсер проекта Данила Шарапов у себя на странице в Facebook. Вдова Муслима Магомаева, Тамара Синявская, при создании сериала о своем супруге выступила в качестве консультанта. Работа над проектом проходила в Баку, Зеленограде и Москве. Так, ДК Зеленограда выступила в роли Горьковского музыкального театра, а префектура Зеленограда – в роли обкома Горьковской области. Несколько сотен актеров, которые отличаются харизмой и талантом, проходили кастинг на главную роль в проекте о легендарном певце. Кандидаты были не только из России, но и из других стран СНГ. Однако последнее слово было именно за вдовой Магомаева, которая выбрала Милоша Бековича. Несмотря на то, что многим казалось странным, что Магомаева будет играть серб по национальности. Молодой и талантливый врач по имени Аркадий вернулся из Соединенных Штатов в Россию, чтобы начать работать в одной из клиник Москвы. Вместе с ним в столицу едут маленькая дочь и жена Шура, которая была вынуждена бросить свой небольшой кондитерский бизнес в Америке из-за желания быть рядом с любимым мужчиной. В России их встречает друг юности и по совместительству сын директора клиники – богатый ловелас, но мечтающий о настоящей любви и семье. Начав работать, Аркадий неожиданно для себя оказывается в центре интриг, сплетен и коррупционных схем. Он пытается разобраться в своих отношениях с коллегами, богатыми и известными пациентами и собственной семьей, а также понять, что для него является истинным счастьем. Именно с этого и начинается первая серия и сама история. Также помимо основных тематических направлений, зрителя ждут больничные страсти, первая любовь, бытовые неурядицы, взлеты и падения в профессиональной деятельности. Режиссер Андрей Джунковский рассказал детали о проекте. «Это история о людях, которые должны быть счастливы, ведь они могут себе многое позволить, но при этом не чувствуют себя счастливыми. История о том, как они пытаются найти спокойствие и баланс, находясь в раздоре. Этот проект мне важен тем, что мы снова встретились с прекрасной командой, с которой мы уже работали над другим проектом «Сладкая жизнь». Важен тем, что некоторые вещи в сериале перекликаются со мной. Я такой же инфантильный, как некоторые персонажи. Мне кажется, все наше поколение более инфантильное, чем предыдущие. Это близкая мне история. Главные герои сериала достигли многого в своей жизни, могут позволить себе последний айфон и поход в ресторан. Им всем не дают покоя два вопроса – счастлив ли я и что делать. Наш проект – это взгляд на сегодняшнее поколение успешных 30-летних, у которых есть все, кроме счастья. Марина Васильева также рассказала подробности о сериале. Мне на пробах один режиссер сказал, «Жанр – это жизнь. Это очень похоже на то, над чем мы работаем. В жизни бывают ситуации, когда одновременно смешно и очень грустно. Мне кажется, наш проект – это универсальная история». Чтобы обрушить акции телеканала, Совет директоров принимает решение посадить в кресло генерального директора неловкого работника автозаправки и доверить ему съемки сериала. В короткие сроки горе-начальнику удается создать хаос в эфире и установить свои порядки в медиа-бизнесе. Но неожиданно сериал, который по плану должен был стать величайшим провалом, начинает иметь грандиозный успех. В первом эпизоде создатели телеканала Олег Терехин, Андрей Симонов и Семен Вельман решают снизить рейтинги канала для того, чтобы выкупить долю инвесторов. Именно для этого они договариваются пригласить нового генерального директора, который будет создавать отвратительные шоу и сериалы. В итоге Симонов находит подходящего на эту должность человека из народа, когда приезжает на автозаправку. Автор сериала Илья Куликов известен по таким проектам, как «Полицейские срублевки», «Проклятие спящих». В сериале с оригинальным названием Илья Куликов выступил не только в качестве режиссера, но и как сценарист и продюсер проекта. Сам сериал создатели называют злой комедией. Главную роль в многосерийном телефильме сыграл Сергей Бурунов. Практически со всеми актерами, приглашенными в проект, его создатель Илья Куликов работал ранее. Для исполнения небольшой роли также появился телеведущий Дмитрий Шепелев. О данном проекте, откровенной истории о телевидении и о том, что скрыто от глаз зрителя, было объявлено в апреле 2018 года. Съемки сериала стартовали в ноябре того же года. Сергей Бурунов рассказал подробности о сериале. «То, что сегодня, бывает творится на телеэкранах, периодически сильно меня как зрителя расстраивает. Словно две непересекающиеся вселенные». Новые отличные сериалы, даже можно сказать многосерийные фильмы, которые выходят в интернете. И тележвачки некоторых каналов. Мы с режиссером Куликовым взяли на себя задачу сделать и показать сериал об идеальном сериале. Такая вот иголка смерти для пошлости на ТВ, вице-юмора. Главный герой сериала Толя никак не может выбрать между любовницей и женой, с которой у них много лет не получается родить ребенка. В первой серии лучший друг рекомендует ему переспать с танцовщицей в клубе и понять, перед какой из любящих женщин ему будет стыдно. Толя решает последовать совету. Но внезапно через несколько недель все три женщины сообщают Толе, что у него будет ребенок. От одного мужчины ждут детей сразу три женщины. Вместо того, чтобы провалиться сквозь землю, главный герой принимает ответственное, но очень спорное решение. Несмотря ни на что он желает остаться любящим отцом для каждого из троих детей. Поэтому Толя собирает всех своих женщин и объявляет, что все три матери должны непременно жить вместе с ним под одной крышей. Толик думал, что станет жить, как в раю в окружении любимых дам, которые через 9 месяцев подарят ему детей. Он никогда так не ошибался. Ведь три беременные женщины под одной крышей могут устроить от в тройном размере. Анатолий разрывается между тремя будущими матерями. А помимо всех прелестей беременности, женщины начинают страдать и сильными приступами ревности и собственничества в отношении мужчины. В каждой серии они выясняют отношения, ссорятся, съезжаются, разъезжаются и так далее. Сериал интересен с точки зрения психологии. Мы буквально видим, что происходит в голове у главного героя. Ситком «Триада» был представлен 25 октября 2018 года в Московском кинотеатре «Октябрь» во время презентации премьерных проектов. Продюсером сериала выступил Семен Слепаков, режиссером телефильма стал Дмитрий Дьяченко. Сценарий к сериалу написала Дарья Грацевич. Дарья Грацевич рассказала подробности об этом сериале. Для меня, этот сериал о проблеме выбора. Нас окружает очень много возможностей. Консюмеризм, общество потребления нам предлагают и то и это. Мужчина находится в ситуации, когда ему очень сложно выбирать. Особенно если человек психологически незрелый. И такая же ситуация у каждой из героинь. Одной надо выбрать, быть самостоятельной или оставаться папиной дочкой. Другой – простить мужа или нет. Третий – сохранить ли ребенка от случайной связи. От опера Глеба Барнашова уходит любимая жена. Он впадает в затяжную депрессию и начинает злоупотреблять алкоголем. Начальство переводит Барнашова в отдел по делам несовершеннолетних, где выясняется, что Глеб совершенно не понимает современных детей. Особенно не понимает свою дочь Юлю. Для того, чтобы хоть как-то наладить с ней отношения, он просит одного из провинившихся подростков подружиться с ней в одной из социальных сетей и передать ему доступ к аккаунту. Именно так начинается первая серия проекта. Главная цель сериала – донести до зрителя проблему, где социальные сети стали основным источником информации для подростков. Съемки этого сериала проходили с августа по декабрь 2020 года. 8 июня 2021 года сериал был представлен на международном онлайн-рынке фильмов, сериалов, телешоу и анимации. Роль Барнашова сыграл Павел Майков, который получил свою известность после сериала «Бригада». Образ его дочери сыграла Ирина Паутова. Для актера Евгения Стычкина сериал стал дебютной режиссерской работой в жанре многосерийного кино. Исполнитель главной роли рассказал, что в сериале ярко описаны проявления современного конфликта между поколениями. В основе сюжета конфликт поколений как таковой. Он ведь существует столько, сколько и человеческий род. Но наш сериал про этот самый конфликт именно в текущее, сегодняшнее время, потому что время у нас не очень простое. «Нельзя сказать, что мой герой жесткий или грубый. Он просто не умеет любить. Очень хочет, но не понимает, как это делать. Не понимает сути любви. Он вроде что-то делает, а все не то. Но он очень любит дочь и по сути своей хороший и честный человек», – поделился актер. Это универсальная история отцов и детей, но она особенно актуальна тем, что происходит в эпоху, которой мы раньше не знали. И сегодняшние родители переживают ее первыми. Их дети растут в мире социальных сетей, ВКонтакте, Инстаграм и ТикТок. Главный герой – настоящий мужчина, но кажется, сегодня это больше не ценится и только доставляет проблемы. Ему нужно одновременно найти контакт с дочкой, окружающими и самим собой, – поделился продюсер. История мира после апокалипсиса, в котором осталось очень мало людей, сумевших выжить после падения цивилизации. Все они заражены странным вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон. Только вмешательство извне вытаскивает людей из сна, которые через несколько часов переходят в смерть. Казалось бы, общая беда должна объединить всех оставшихся в живых, но люди больше не доверяют друг другу. Вооруженные банды рыщут в поисках бензина и еды, а стаи одичавших собак представляют не меньшую опасность. В первой серии бывший пациент психиатрической больницы Саша Морозов возвращается к себе домой. Но в результате вспышки вируса остается один. Его сестра, муж сестры и их сын быстро умирают. Сериал является эксклюзивным проектом ОККО. О начале работы над ним стало известно во время киновыставки, которая проходила в Каннах в октябре 2019 года. На этом престижном международном форуме платформа ОККО презентовала многосерийные фильмы, собственные оригинальные продукты. Премьера состоялась на международном фестивале веб-сериалов 31 июля 2021 года в Нижнем Новгороде. Всего в смотре участвовали 44 веб-сериала из разных стран, от России было представлено 17 проектов. Креативный продюсер сериала Борис Хлебников подчеркивал, что проект был задуман еще до наступления пандемии 2020 года, и тогда же он поступил в разработку. Это было некое фэнтези, постапокалипсис. И как только началась пандемия, была мысль, что надо как-то меняться в сторону происходящего. Но быстро решили этого не делать, чтобы наш проект не стал актуальной журналистикой. Так как журналистики идет быть актуальной, а кино должно быть обдуманным. Тем не менее, авторы продолжали писать уже во время карантина, привнося туда уже много своего нового. В проект входит основной сериал и 8 веб-сериалов, посвященных каждой параллельно развивающейся истории. Все части проекта объединяет тема поведения людей в ситуации случившегося апокалипсиса. Линии героев всех историй периодически пересекаются, и персонажи влияют друг на друга. Объединяются на своем пути или повстречавшись, продолжают путь поодиночке. Дополнительные веб-сериалы нужны, по словам директора по контенту Обка Макара Кожухова, чтобы раскрыть героев и придать истории объема. Он также отметил, что идея проекта возникла задолго до пандемии. Эта история начиналась очень даже прекрасно. Света вместе со своим возлюбленным гуляла на вечеринке, организованной однокурсницей в честь выпуска. Света и ее парень решили выйти на балкон. В порыве страсти девушка не удержалась и упала с третьего этажа на асфальт. Молодая девушка Света оказалась в инвалидном кресле. Но врачи дали ей надежду на выздоровление. Но чтобы вновь встать с коляски, девушке нужна дорогостоящая операция. Так что Свете нужно собрать достаточно большую сумму денег. На парня надеяться Светлана больше не может. Он сбежал, как только узнал, что его возлюбленная прикована к инвалидному креслу. Денег у девушки нет вообще, как и работы. Но рядом осталась верная подружка Ирка, которая работает парикмахером и снимает со Светой двушку, оказывая Свете огромную моральную поддержку. Телепроект стал экспериментальным для всего российского телевидения. Дело в том, что с первой серии он снят в формате веб-сериала, поэтому все, что происходит на экране, зрители видят через объектив веб-камеры. Это первый пример подобного формата съемок телепроектов в России. Работа над сериалом началась в 2015 году. Съемки первого сезона телесериала продлились 30 дней. На знаменитом сайте Кинопоиск рейтинг этого сериала составляет чуть больше 6 баллов из 10. Комедия, при всей легкости внешнего восприятия, остается одним из самых сложных жанров кино. Эксперимент многие считали отчаянным, но в итоге он вышел невероятно удачным. Сценарий хорошо продуман. Это настоящая сатира современной жизни, которая совсем не требует серьезного отношения. В роли Светы в 16-серийном комедийном телефильме снялась Мария Машкова. Ее подругу Ирку сыграла Анна Котова, а Павла – Кирилл Каганович. Молодого человека, которому Света неровно дышит, сыграл Александр Ратников. Постоянных клиентов Светозары, вдову олигарха Ксению и одинокого странного мужчину Цыпина сыграли Евгения Дмитриева и Борис Камарзин соответственно. Главный герой сериала «Медиатор» – переговорщик Андрей Павлов, обладающий редким даром коммуникации и возможностью управлять людьми любыми способами. Для Павлова не существует запрещенных приемов. Он готов соблазнять, обманывать, переходить все границы ради достижения своей цели. Он тот человек, который приходит к врагам и в считанные секунды устанавливает с ними контакт. Но основной его доход идет от крупного бизнеса. Он помогает там, где люди не могут договориться. И делает это за очень большие деньги. Для каждого случая он меняется до неузнаваемости. А невероятную способность к перевоплощению он развил в детстве. Именно это помогало ему строить непростые отношения с матерью. К тому же он настолько хорошо чувствует людей, что давно не верит никому. Даже себе. Новая задача Павлова – это убедить наследников знаменитого академика продать долю в компании. Но помощь переговорщика нужна не только крупному бизнесу. Актриса Дарья Мороз сыграла в сериале «Девушку-веру» со сломанной судьбой и истерической натурой. Ее персонаж росла с деспотичным отцом, в результате чего переняла у него позицию манипулятора. Во всех несчастьях она винит других и свято верит в свою беззащитность. Герой Бурковского для Веры – идеальный мужчина. Он насквозь видит ее и умеет нажимать на нужные кнопки, ловко управляя поведением и делая больно. Дарья Мороз прокомментировала «Для меня это история о том, как один манипулятор сталкивается с еще более ловким манипулятором». А еще это новый персонаж в моей биографии, который отличается от всего того, что я играла до этого. Актриса Ирина Старшинбаум, сыгравшая в сериале «Дочь героини Анны», также говорила, что режиссер Артем Аксененко предложил ей создать эпатажного персонажа с характером, не похожего на положительные образы, которые она ранее воплощала на экране. Кинематографист при работе с актерами применял непривычный, по словам актрисы, метод работы, запрещая им использовать привычные и понятные приемы. Старшинбаум заинтересована в персонажа Бурковского, его методами работы и воспринимает их отношения как игру. Как итог, первая серия была высоко оценена зрителями. Высокий рейтинг проекта обеспечил продолжение для этой истории. События сериала происходят в СССР в конце 80-х. Это история о жизни простых советских людей, о молодости, о зарождающихся романтических чувствах. Житейские истории о любви и дружбе разворачиваются на фоне событий, приведших к коренным изменениям в жизни страны. Главный герой сериала – Иван. Он учится на втором курсе института, живет со своими родителями и младшим братом, а также дружит со своим лучшим приятелем Серегой. Вскоре Ваня знакомится с соседом по имени Боря. Ваня встречает девушку с именем Инга. Он влюбляется в нее, но она не отвечает ему взаимностью. Инга поселилась в общежитии и знакомится с соседкой, которую зовут Маша. Она комсорг факультета. Чтобы Инга заметила Ваню, он и Серега решают организовать квартирник, где должен присутствовать Виктор Цой. Цой так и не приезжает и в итоге квартирник спасает Галдин, который положил глаз на Ингу. Из-за квартирника у семьи Вани сломался телевизор и ему пришлось устраиваться на работу. Вскоре он познакомился с Катей, и они временно стали парой, а Инга начинает встречаться с Галдином. Сериал показывает невероятные изменения, которые произошли за несколько десятков лет. Сегодня в квартире можно установить домашний кинотеатр с большим экраном, а раньше в каждой семье смотрели советский телевизор-рекорд. Благодаря сериалу можно убедиться, что в прошлом веке считалось престижным иметь красный телефон чебурашка польского производства. Позвонить с улицы в 80-е годы можно было только с помощью телефона-автомата. Для современного поколения такой проблемы просто нет, ведь в мире появились смартфоны. Из интервью с Александром Якиным. Мне кажется, в первую очередь данный проект будут смотреть наши родители. И современные молодые люди тоже, потому что им будет интересно понять, как жили, общались, развлекались и влюблялись в то время. Забавно, но тогда даже шариковая ручка, привезенная из Югославии, очень ценилась, а сейчас ей вряд ли кого удивишь. Во время подготовки к съемкам Наталья Зимцова расспрашивала свою маму о жизни в 80-е годы, искала на антресолях вещи того времени и даже читала журналы о моде, датированные в 80-м годом. 1970-е годы, СССР. Главная героиня, 16-летняя Соня, живущая как большая часть советской молодежи, с верой в идеалы и светлое будущее. Но внезапно она сталкивается с темной стороной жизни. Она влюбляется в молодого человека по имени Сергей, который знакомит ее с другим законом. Не советским, а воровским. Воровской закон заставляет Сергея предать их с Соней любовь. Этот закон отнимает у Сони отца, губит мать, брата. Сама Соня чудом остается жива. Она спаслась, но теперь ею движет неукротимое желание истребить этот проклятый воровской закон. И начинает она с Сергея. В первой серии, во время празднования своего дня рождения, на даче погиб директор одной из местных фабрик, Литвинов Павел Петрович. Он отказал людям криминального авторитета немца поднять процент уплаты налога в общак. Через год семья Литвиновых оказывается в бедственном положении, и мать начинает выпивать. Младшая дочь Соня оканчивает школу и мечтает поступить в театральный институт. Чтобы отметить годовщину смерти отца, старший сын Игорь пытается продать фирменный продукт и попадает в Капезе. Там он знакомится с Сергеем. Когда Соня встречает Игоря, ее видит Сергей. Он очарован девушкой. У них начинается роман. Действие многосерийной криминальной ретродрамы разворачивается в 1970-е годы в СССР. Сам телесериал создан на 8 серий, сценарий к которому написали Валентин Емельянов и Илья Рубинштейн. За режиссуру сериала отвечал Станислав Титаренко, известный телезрителем по проекту «Счастье мое». Главную роль в сериале сыграла актриса Соня Метелица, для которой съемки в этом проекте стали первой столь масштабной работой. Режиссер Станислав Титаренко описал этот сериал так. Криминальная драма с динамично развивающимся сюжетом, от которого будет невозможно оторваться. Но фильм не про месть, а про любовь. О ретро 70-х годов. А динамика сериала и музыкальное сопровождение очень современные. В 1956 году бывшие сотрудницы дешифровального отдела Анна, Соня, Ирина и Катерина рискуют благополучием своих семей. Спустя больше чем 10 лет, после окончания Великой Отечественной войны, они решают вновь объединиться в специальную группу, чтобы начать совместно проводить расследование и помогать следственным органам в раскрытии запутанных дел. Именно об этом повествует первая серия. Съемки первого сезона телесериала проходили с 3 сентября 2017 года по 28 февраля 2018 года в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Владимир Утин поделился деталями проекта. Идея сериала была куплена у англичан, за основу мы взяли формат мини-сериала «Код убийства», но в нашем случае есть ряд изменений. Во-первых, у нас 16 эпизодов, а в оригинальной версии их 6. Во-вторых, конечно, английские женщины не имеют ничего общего с нашими в 50-е. Формально это адаптация, но по сути это самостоятельный фильм. Мы постарались воплотить в этом проекте сплав сразу двух жанров, захватывающего исторического детектива и глубокой драмы. Вместе с раскрытием детективного сюжета, зритель наблюдает и за развитием сильных драматических личных историй каждой из четырех главных героинь. О сериале также рассказала и режиссер Вера Сторожева. «У нас идет полное погружение в ту эпоху, пластику. Актрисы даже двигаться стали иначе. Ведь раньше так не общались, люди не были настолько эмоциональными и импульсивными. Конечно, все зависит от характера, но в основной своей массе они были именно такими. Что касается реквизита, то он почти весь настоящий ретро. Все доставали с большим трудом. Вещи для наших героев были привезены из Праги, там отличные костюмерные на местной киностудии. Но что-то пришлось и шить. Мы старались уделить внимание этим мелочам, старались быть достоверными. Кроме того, на съемки приглашались консультанты, генерал-майор московского уголовного розыска и криминалист. Поскольку часть съемок связана с передачей и шифрованием данных, то и на этой позиции тоже есть специалист. В первой серии сериала спецназовец Александр Кучин после службы в армии вернулся в родной город. У него есть мечта, чтобы Россия стала лучшей страной в мире и люди в ней жили хорошо. Следуя ей, он пытается перевоспитать нерадивых земляков любыми способами. Александр со школы влюблен в Елену Сесарину, которая мечтает уехать в Москву и стать знаменитой звездой. В то же время к Александру неравнодушная Екатерина Тетерина, простая девушка, готовая принять его любым, ведь для нее он настоящий мужик. Здесь зритель видит не классического героя подобных произведений, который пытается познать непостижимые пути российской государственности. Здесь герой просто любит свое отечество, без вопросов к нему, без претензий. И делает это не потому, что вокруг него все чудесно. Наоборот, его идеал вечно сталкивается с бытовыми ситуациями, в которых оказывается почти нежизнеспособен, но герой остается непоколебим, несмотря ни на что. Герои по-доброму простые, здесь вы не найдете сильной личностной борьбы и глубокой рефлексии. В нем есть интересный конфликт человека, борющегося за общество, и его будущее против желания этого самого общества. В день премьеры сериал стал лидером вечернего слота в России по доле просмотров с аудиторией почти 2 миллиона зрителей. Ситком был представлен 25 октября 2018 года в Московском кинотеатре «Октябрь» во время презентации премьерных проектов 2019 года. Однако сериал так и не вышел, премьера была перенесена на начало весны 2020 года. Продюсер Антон Зайцев рассказал детали о сериале. Патриотизм и юмор уживаются прекрасно. Столько хороших комедий было сделано в советское время, где показаны люди, как с высокими идеалами, так и со слабостями, патриотическая комедия, беспокойное хозяйство, интервенция, гусарская баллада. При этом наш сериал – это комедия не о патриотизме, это комедия, где одного из героев называют патриотом за его яркую позицию, но на самом деле, все герои здесь патриоты и любят свой маленький городок. Родион – загадочная и неординарная личность. Он следователь высочайшего уровня, который раскрывает самые сложные убийства. Он привык работать в одиночку, не раскрывая секреты своего метода. Он всегда находит и ловит убийц, нередко казняя их прямо при задержании. Выпускница юрфака Есения Стеклова получает направление в отдел следственного комитета, в котором служит Родион, и становится его стажером. У Есения есть личные мотивы для работы с Родионом. Мать Есения убили при загадочных обстоятельствах, а отец скрывает важные детали произошедшего. Но она не оставляет надежды выйти на след убийцы. Работа с Родионом становится для Есения тяжелым испытанием. В дебютной серии на вечеринке в честь окончания вуза одна из выпускниц получает изящный подарок. Но после получения подарка она мучительно погибает. Через несколько минут у всех на глазах следователь Родион вычисляет и задерживает человека, подарившего колье. Но заказчик эффектного преступления остается на свободе. Есения одержима стремлением найти убийцу своей матери. И потому хочет понять, как Родиону удалось вычислить преступника. Есения решает пойти к нему на стажировку. Главную роль Родиона исполнил известный актер Константин Хабенский. Продюсировали сериал Александр Цекало и Константин Эрнст. Цекало сыграла одну из ролей в 16-серийном фильме, как и режиссер картины Юрий Быков. В интервью Константин Эрнст рассказал детали о проекте. «Мы даже не называем эту вещь сериалом, поскольку она построена на блестящем сценарии, такой же режиссуре и феноменальной актерской игре, всех без исключения участников этого проекта. Думаю, это будет главным событием. Он не будет выходить стандартно после программы «Время», как это традиционно проходит у нас с премьерами в многосерийных фильмах». Съемки 16-серийного психологического триллера продлились с июля по декабрь 2014 года и проходили в Нижнем Новгороде. Режиссером сериала стал Юрий Быков, постановщик картин «Майор», «Жить» и сериала «Инкассаторы». На вопрос журналистов о том, почему он взялся за съемки этого проекта, Быков ответил. «Меня как режиссера подкупило одно – мы ставим Константина Хабенского и девочку, которая должна в хорошем смысле перетащить на себя актерское одеяло. Есть любовная история, есть противостояние личностей разного пола, разного возраста. Для меня это режиссерский вызов». С самого детства. У них разное происхождение, разные мечты и идеалы. Общее лишь одно – дружба. Ради нее они готовы пожертвовать всем и, если надо, даже отдать за друга жизнь. В первой серии друзья детства становятся фарцовщиками. После дерзких авантюр, на удачливых ребят обращает внимание криминальный авторитет Понт. Продюсер Александр Цекало рассказал детали о проекте. Сериал снял молодой и талантливый режиссер Егор Баранов. «Мы могли бы взять опытного режиссера, который помнит это время, но это история о молодых людях. Хотелось, чтобы это делал молодой режиссер, который ближе к пониманию дружбы и к молодым героям». Режиссер Егор Баранов также рассказал подробности о сериале. «Я пересмотрел всю классику 60-х годов. Естественно, есть отсылки к кино, к июльскому дождю, я шагаю по Москве, 9 дней одного года. Был классный период в кинематографе, где герои живут в кадре и дышат свободным гражданским воздухом. Поэтому хотелось, чтобы этот дух передался и в нашем проекте. Мне нравится «Оттепель» и «Стиляги» Валерия Тодоровского, но мы не стремились быть похожими на эти фильмы. Это не музикл как «Стиляги» и не камерное лирическое произведение как «Оттепель». Наша история более дерзкая. Она про другое. Это драматический авантюрный фильм». Одной из самых сложных задач, которые встали перед создателями сериала, стал подбор реквизита. За каждым элементом декора или аксессуарами того времени приходилось в буквальном смысле вести охоту. К тому же в мире фарцовщиков вообще царил культ стильных вещей. Поэтому художники по костюмам, работавшие над созданием образов, просматривали каталоги, журналы, изучали платья и прически. Съемки проекта проходили в Москве и в Минске. В Москве снимали знаковые объекты 60-х, сохранившиеся с тех времен, такие как Центральный дом литераторов. Хаят родилась в небольшом провинциальном городке. Вместе с двумя своими подругами она переезжает в столицу. Другой главный герой по имени Мурат – красавец и богатый наследник. Их первая встреча была наполнена ненавистью, однако через некоторое время между ними вспыхнуло настоящее чувство. Молодые люди отчаянно полюбили друг друга. Но смогут ли они пронести свою любовь через многочисленные трудности и испытания? Премьера турецкого романтического сериала с элементами комедии состоялась 15 июня 2016 года. В главных ролях – Бурак Денис в роли Мурата Сарселмаза и Ханде Эрчил в роли Хаята Узуна. Действие происходит в Стамбуле и следует роману на рабочем месте в многонациональной модной компании Сарти. Сериал транслировался более чем в 30 странах мира и собрал миллионы просмотров на YouTube. Хаят Узун – уроженка деревни Гирисун и дочь рыбака. В первых сериях проекта она вынуждена искать работу в Стамбуле, иначе ей придется вернуться к своей семье в деревню. Если это случится, то ее строгий консервативный отец заставит вступить ее в брак по расчету. В настоящее время она живет со своими лучшими подругами, а их мать навещает их. В случае ошибочной идентификации она получает работу в международной текстильной компании Сарти в качестве личного помощника Мурата Сарселмаза, главы этой самой компании. Мурата тянет к Хаят. Это вызывает зависть у бывшей девушки Мурата, Дидьем, ведущей модели компании. Дидьем вызывает недоразумения, которые заставляют Мурата оттолкнуть Хаят, но затем он преследует ее и приносит извинения. В конечном итоге Дидьем была уволена за ее заговоры. Личный шофер и лучший друг Мурата, Керим влюбляется в ИПЕК, и позже она отвечает на его авансы. Мурат приводит Хаят к себе домой, чтобы оправиться от панической атаки, вызванной Дидьемом. Они сблизились на выходных, но затем прибывает Дидьем, утверждая, что беременна. Мурат рассордился, но принимает на себя обязанность жениться на Дидьеме ради ребенка. Обе семьи встречаются и решают свою свадьбу. Мурат разъясняет им, что брак – это всего лишь формальность, чтобы узаконить ребенка. Мачеха Мурата, Диря, также узнает правду и помогает Дидьему инсценировать выкидыш до того, как ее правда будет раскрыта, что освобождает Мурата от предполагаемой ответственности. Сериал является российской адаптацией популярной британской и американской теленовеллы «Бестыжие» 2011 года. В центре сюжета – многодетная семья, в которой отец-алкоголик пытается в одиночку воспитывать шестерых детей. Он алкоголик со стажем, живущий в свое удовольствие. К сожалению, вопрос о благополучии детей не входит в круг его первостепенных задач. Брошенным на произвол судьбы детям приходится самим учиться выживать. С самого детства они привыкли надеяться только на себя. Ни отец, ни мать ребят не обладали необходимыми для родителей качествами. Они только и делали, что пили и развлекались. Когда мать бросила семью, а отец ушел в продолжительный запой, дети вздохнули с облегчением. Непутевые родители только усложняли их и без того непростую жизнь. Теперь дети живут под присмотром своей старшей сестры, которая делает все возможное. Режиссер сериала Антон Маслов прокомментировал подробности сюжета. «Мы стремились к документальной правдоподобности, но старались сделать так, чтобы эта история не была черной. Наш проект про оптимистов и для оптимистов. Сложно сравнить эту картину с другими отечественными проектами. Эксперимент, который сочетает в себе провокацию и в то же время железобетонную драматургию. Подобного у нас еще не было. Получилась история про необычную русскую семью, которая не унывает при любых жизненных ситуациях. Пока они вместе, а не сила». Съемки сериала происходили в подмосковном городе Щелково, а по сюжету все события разворачиваются в вымышленном городке Мамонова. Актер Алексей Шевченков рассказал детали проекта. «Это тот редкий случай, когда адаптация получилась не хуже оригинала. Я специально не смотрел британскую версию до начала съемок, а посмотрел уже после окончания работы. На мой взгляд, наша версия получилась более захватывающей. В первом эпизоде старшая дочь главы семейства Катя, в условиях полной нищеты, пытается заменить и отца, и мать. Она пытается хоть как-то заработать и вырастить младших братьев. Отдыхая в клубе со своей подругой Оксаной, которая снимает со своим парнем комнату у Груздевых, Катя знакомится с симпатичным парнем Дэном, зарабатывающим на жизнь весьма оригинальным способом». В центре сюжета находится несколько молодых людей из Москвы, которые бегут от своих проблем в отдаленный монастырь, расположенный неподалеку от деревни Топи в Архангельской области. Всего их пятеро. Умирающий от рака создатель популярного мессенджера Денис, журналист провластного медиа Максим, которому дали редакционное задание найти компромат на Дениса. Катя, которую накануне свадьбы бросил жених и которая боится постареть. Чеченка Эля, которую пытаются насильно выдать замуж и которая скрывается от жениха. И Соня, девушка из строгого православного рода, переживающая из-за смерти сестры. По прибытии герои выясняют, что монастырь заброшен, местные жители ведут себя крайне странно, а затем и вовсе один из молодых людей пропадает. Решив остановиться в деревне, они начинают поиски и все больше погружаются в мир Топи, полный тайн. Первая серия повествует о молодых москвичах, которые познакомились в интернете с целью совместной поездки в деревню Топи. Они хотят побывать в старинном монастыре, где по легенде сбываются все мечты, а человек может избавиться от своих бед и проклятий. Идея создания пришла к автору бестселлера «Метро-2033» Дмитрию Глуховскому, который в итоге написал сценарий к телесериалу еще в 2013 году. По словам Глуховского, от момента появления задумки сериала до выхода его в свет прошло 10 лет, пять из которых писатель искал подходящую платформу и продюсеров. Сериал снимался в Белоруссии на натурной площадке киностудии «Беларусьфильм». Дмитрий Глуховский, писатель и автор сценария, поделился в интервью своим мнением о проекте. Люди, привыкшие к тому, что все на свете понятно, вдруг оказываются в хтоническом мире русской глубинки, где никакие понятные правила больше не работают. Где они сталкиваются со своими и чужими внутренними демонами и застревают в этих топях, из которых они смогут выбраться только если переродятся. Главные роли исполнили Максим Суханов, Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Волочинская и Анастасия Крылова. Данный проект был создан специально для онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD». Это российский комедийно-драматический сериал от режиссера Максима Свешникова. Одна из его работ – известный мультипликационный фильм «Алеша Попович и Тугарин змей». А сам сериал повествует о Евгении, которая потратила три года на борьбу со смертельной болезнью и, наконец, вышла победителем. Только вот оказалось, что здоровая Женя никому не нужна. Жизнь еще никогда не была такой безрадостной. Первая серия демонстрирует это сполна. В старых вещах девушка находит ярко-желтый дневник, в котором когда-то записала 256 причин, чтобы продолжать жить. Женя добавляет 257-ю – найти любовь, и отправляется на поиски своего счастья. Теперь у нее есть настоящий шанс исполнить свои желания, не тратя время на сомнения, рутину и никчемных друзей. Но убежать от старой жизни, конечно, не так просто. Полина Максимова, сыгравшая главную роль в проекте, рассказала мысли о сериале. Главное в этом проекте – то, что он дает надежду людям. В современном мире одиночества, уныние и апатия заняли самые серьезные позиции. Люди ходят с потухшими глазами и совсем не имеют желаний. Поэтому этот сериал надо посмотреть зрителям. Многие узнают себя и поймут, что все неплохо, и не стоит бояться, а нужно попробовать что-то поменять, и тогда жизнь заиграет новыми красками. В этом фильме много веры, много надежды и много любви. Продюсер Эдуард Илаян также рассказал некоторые подробности. «Затронув в нашем новом сериале очень деликатную и серьезную тему, мы зашли на территорию в каком-то смысле новую для нас. Нам было крайне важно найти тонкий баланс между драмой и комедией, не сместив акценты ни в ту, ни в другую сторону. Я уверен, что нам это удалось». Сценарий к сериалу написал Алексей Ляпичев. Автор признался, что хочет, чтобы все зрители, которые посмотрят его сериал, взяли пример с главной героини с ее неистребимой жаждой к жизни. Вот что он сказал в одном из своих интервью. «Мне хочется, чтобы у каждого зрителя, по примеру нашей героини, не оставалось времени на нытье и уныние. Чтобы хотелось жить и брать от жизни все каждый день, несмотря на то, что вокруг не все будет способствовать вашим планам. Но жизнь такова». Дебютная серия проекта рассказывает про разведчика по имени Александр Волк. После неудачной спецоперации он попадает в тюрьму Арабского Востока. Спустя несколько лет генерал-майор КГБ в отставке Гольцман помогает ему выбраться из плена. Но взамен просит Волка найти тех, кто убил его сына. Убитый был хорошим другом Александра, поэтому тот немедленно берется за дело. Накануне своей смерти сын Гольцмана занимался расследованием событий 3 июня 1943 года на Каменном мосту в Москве. Тогда была убита дочь посла СССР в Мексике. Волк восстанавливает события прошлого, но чем больше узнает, тем опаснее становится дело. Сценарий создан по мотивам детектива под названием «Каменный мост». Данный детектив написан русским писателем, журналистом и редактором Александром Тереховым. Роман был издан в 2009 году и высоко оценен критиками. Кроме того, за свое произведение автор получил литературную премию «Большая книга». Режиссер и автор сценария сериала Геннадий Островский рассказал о проекте. Хочу выразить благодарность автору романа. После прочтения «Каменного моста» я остался под сильным впечатлением и начал писать сценарий, не задумываясь над экранизацией. Это некая фантазия и размышления на определенную тему, касающиеся эпохи, которая уходит. И хочется ее ухватить. Удержать время, которое безвозвратно покидает нас. Мы из настоящего наблюдаем за событиями прошлого, когда страна была на изломе. Война, репрессии, смерть повсюду, человеческая жизнь значила не больше песчинки. И история юноши и девушки, которые оставили после своей гибели тайну. Для себя я ставил задачу поведать об огромной человеческой драме и передать энергию, которую таят в себе события и герои прошлого. Съемки проходили в Москве. По словам режиссера Геннадия Островского, съемочный процесс оказался непростым, так как пришлось перекрывать не только Каменный мост, но и другие знаменитые столичные постройки. Производством сериала занимались киностудия Кит и компания White Media. Интернет-релиз состоялся 7 декабря 2020 года на видеосервисе «Премьер». А на телевидении проект показан в 2021 году. В Калининградском следственном изоляторе на себя накладывает руки майор Андрей Рыжов, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Четверо его коллег, Олег Каплан, Павел Карпенко, Оксана Голикова и Федор Вачевский, уверены в невиновности своего бывшего руководителя. И для того, чтобы восстановить его доброе имя, начинают самостоятельные расследования произошедшего. В первом эпизоде полицейские Олег Каплан, Павел Карпенко и Федор Вачевский арестовывают вышедшего из тюрьмы Глеба Монахова, бывшего начальника службы безопасности депутата Калужного. Но благодаря стараниям адвоката, бандиты выпускают на волю. Руководитель следственной группы Андрей Рыжов превышает полномочия во время допроса преступника Савочкина, подозреваемого в жестоком преступлении. Рыжова обвиняют в деянии, которого он не совершал. Во время допроса под давлением майора Дроздова он наложил на себя руки. Данный криминальный драматический сериал – это российская адаптация успешного французского проекта, который первый канал показал летом 2014 года. Французский проект, который был взят для адаптации российскими кинематографистами, снял знаменитый Оливье Маршаль, создатель таких проектов как «Неприкасаемые» и «36». Первый сезон сериала показал рекордно высокие рейтинги во Франции. Режиссером сериала стал Карен Аганисян. Он известен как создатель проекта «Клим» и других нашумевших телепроектов. Съемки первого сезона российского сериала стартовали в начале 2016 года и полностью проходили на территории Калининградской области. Одну из главных ролей во французском сериале сыграл актер Жан-Ю Канглад, известный по фильмам «Подземка» и «Никита». В нашей версии зрители увидят звезду отечественного кинематографа Владимира Машкова. Также главные роли сыграли Александр Паль, Лукерия Ильишенко и Денис Шведов. Режиссер Карен Аганисян рассказал подробности о проекте. «Мы собрали прекрасную команду. Все герои разные. Персонаж Владимира Машкова, лидер команды, волк-одиночка, но он будет меняться на протяжении всего фильма. Романтика ему не чужда, и у героя будет не одна любовная сцена. Александр Паль играет парня из нашего двора, но и бунтаря. Герой Дениса Шведова – человек, который разрывается между работой и семьей. А Лукерия Ильишенко всех удивит. У нее очень непростая драматическая роль. Первая серия этого сериала началась крайне интригующе. В то время как большинство психологов нянчатся с клиентами, по полгода выслушивая жалобы на их жизнь, главный герой Артем намеренно выталкивает своих пациентов из зоны комфорта. Артем Стрелецкий – психолог, профессиональный провокатор, практикующий шоковый метод психотерапии. Работа психолога успешно процветает до тех пор, пока один из клиентов не накладывает на себя руки. Суд приговаривает Артема к восьми годам лишения свободы. Выйдя из тюрьмы по условно-досрочному освобождению через четыре года, Стрелецкий возобновляет работу с пациентами и пытается самостоятельно раскрыть дело, по которому оказался в тюрьме. Однако бывшая жена Артема Даша обрела счастье с другим мужчиной и не желает его видеть. Но Артем не верит в их любовную идиллию. Продюсер Александр Цекало рассказал подробности о сериале. Про психологов уже снято много сериалов, но настолько пронзительного еще не было. Наш герой живет на грани, спасти всех, разрушая себя. Самым сложным для такого проекта, как этот, было написать очень честный сценарий. На эту задачу у автора идеи и креативного продюсера, а также сценариста, ушло более полутора лет. Еще до выхода сериала в эфир Первого канала, во время Каннской презентации проекта весной 2018 года, представители кинобизнеса из Японии и США приобрели права на адаптацию телефильма. Создатели сериала не выдумали провокативную психологию, которой занимается главный герой. В действительности, такой метод есть в реальной жизни, и он иногда практикуется в психологии. Идея снять этот проект возникла именно благодаря тому, что продюсер Александра Ремезова познакомилась в свое время с психологом, который применяет провокации как метод в профессиональной деятельности. Интересные факты. Идея для сериала появилась благодаря знакомству продюсера проекта с психологом по имени Сергей Насебян, сторонником провокативного метода, применяющим этот инструмент в своей профессиональной деятельности. Представители кинобизнеса из Японии и США приобрели право на адаптацию сериала в своих странах. В московской трехкомнатной квартире живет молодая семья. Костя, его жена Вера и их дети, пятилетняя дочка и два двухгодовалых сына-близнеца. И все было бы в их жизни прекрасно, если бы не родители Кости, которые живут рядом с ними на одной лестничной площадке. Сколько раз Вера не пыталась повлиять на мужа, чтобы он попросил своих родственников перестать быть такими назойливыми, но все безрезультатно. Разрешить эту проблему Костя не в силах. Конфликты и проблемы, с которыми пытаются справиться герои сериала, жизненный и очень типичный для любой семьи. Решение этих проблем, конечно же, развивается по законам ситкома, но и эти законы имеют свои границы. Первая серия проекта начинается с того, что в семье Ворониных-старших к ссоре может привести все, что угодно. Как итог, мама Кости пришла жить к сыну, а его жена Вера ушла в квартиру родителей. Георгий Дронов высказал мнение о своем персонаже. «Мой герой Костя – абсолютно среднестатистический парень. У него есть цель, работа, семья, но и непреодолимые жизненные препятствия в виде его родственников, которые создают огромное количество проблем. Все конфликты решаются через него. Он хочет, чтобы всем было хорошо. Пытается сделать лучше для всех, начинает забываться, путаться, и в результате получается глупость. Но несмотря на это, он постоянно окружен любовью своей семьи, и это важно». Станислав Дужников также рассказал о своем персонаже. «Мой герой Леня – прямолинейный, всегда недовольный, уставший, стеснительный, хотя ему уже около сорока. Он разведен и пытается наладить личную жизнь. Но это получается у него со скрипом. Он даже поцеловаться со своей подругой нормально не может. По сути, он человек, который до сих пор не освободился от каких-то детских ужимок и комплексов, и ведет себя как мальчишка 12-13 лет». А Екатерина Волкова о своей героине сказала следующее. «Вера – очень мудрая женщина. С одной стороны, она мягкая с детьми и мужем Костиком, который иногда ведет себя как ребенок. А с другой стороны, она умеет быть жесткой, потому что она – единственная, кто может расставить все точки над «и». В первом эпизоде Майкл, Кузя и Антон переезжают в новую студенческую общагу. Их селят в блок к девушкам Кристине, Яне и Маше. Кузя сразу же положил глаз на Машу. Майкл пытается вспомнить, где он познакомился с Яной. А Антон сделал непристойное предложение Кристине, за что и поплатился. В этом ситкоме зрители увидят как некоторых уже знакомых персонажей, так и новичков. Старое общежитие, в котором жили уже полюбившиеся герои сериала «Универ» идет под снос. Пятикурсники Антон и Кузя, оставшиеся на второй год, переезжают в новый блок. В качестве аспиранта возвращаются в университет Майкл. Соседками ребят в новом блоке оказываются новенькие девушки Кристина, Маша и Яна. Кузя – студент филологического факультета. Он спортсмен, а также выступает с песнями собственного сочинения. Простой, недалекий парень, добрый и бесхитростный. С первых серий проекта влюблен в новенькую девушку Машу, но пассия не отвечает Кузе взаимностью. Другой герой, Майкл учился на историческом факультете, пошел в аспирантуру, чтобы избежать призыва в армию. Он бабник и на данный момент одинок. Обладает хорошим чувством юмора и всегда окружен множеством поклонниц. Антон Мартынов – сын олигарха Льва Мартынова. Высокомерен, хитер, меняет девушек как перчатки, а к своим соседям по общаге относится потребительски. Актер Станислав Ярушин рассказал в интервью о своем герое в сериале. Отец оставил его на второй год, так как не поверил, что сын написал диплом сам. Антон привык к ребятам. Он по-мужски, с пониманием дружбы стал относиться к Майклу. Он знает, что с ним можно поделиться какими-то секретами, интимными тайнами. Мало того, он потихоньку начинает любить даже Кузю, которого считает удивительным тупорезом, понимая, что того не исправишь. А впереди у Антона все будет хорошо, и любовь тоже. Режиссером проекта стал Константин Смирнов. Над сценарием работали Вячеслав Дусмухаметов и Семен Слепаков. Саундтрек к сериалу записала российская рок-группа «Градусы». Основная часть событий знаменитого сериала происходит в студенческом общежитии. Также в сериале регулярно показывается кафе, аудитории вуза, особняк на Рублевке, кабинет с видом на московский Кремль, ресторан и клуб. Сюжет первой серии строится на том, что персонаж Саша сбежал из университета в Лондоне, где изучал финансы, и поступил на астрономическое отделение физического факультета одного из московских вузов. Сильвестр Андреевич, его отец, хочет вернуть своего сына к прежней жизни, но тот желает жить в народе и хочет всего в жизни добиться сам. Нежному мажору предстоит жить в одном блоке с вечно колотящим по груши каратистом Кузей, общажным ловеласом с именем Гоша, отличницей Таней и блондинкой Аллой, начинающей свой день с чашки растворимого кофе. Параллельно с этим с героями сериала приключается много забавных и смешных ситуаций. Их пятеро. Все они разные и у каждого есть свои особенности в характере. Они живут в соседних комнатах, у них общая кухня, туалет и ванная. У них больше нет выбора, кроме как искренне полюбить друг друга, чем они периодически и занимаются. Им очень весело, они дружные и глупые. Сериал максимально приближен к реальной жизненной обстановке. Актеры неплохо справляются со своими ролями. Сюжет у сериала очень простой и немного неправдоподобный, но учитывая, что это комедийный сериал, то сюжет не так уж и важен. Со временем проект стал развиваться, появились новые персонажи. Главные роли исполнили Андрей Гайдульян, Виталий Гагунский, Мария Кожевникова, Валентина Рубцова, Арарат Кищан и другие. Сценарий был написан Вячеславом Дусмухаметовым, известный по таким работам как «Папины дочки» и «Шесть кадров». А также Семеном Слепаковым, известный по таким работам как КВН, Камеди Клаб, Наша Раша и Прожектор Пэрис Хилтон. Премьера первой серии состоялась в далеком 2008 году, и сериал моментально завоевал любовь у зрителей. Создатели не стали останавливаться на первом сезоне и выпустили еще несколько. В 2021 году сериал реанимировали. Теперь его новое название – «Универ 10 лет спустя». В середине 1990-х криминальный авторитет Витя Мясник внушал страх коммерсантам и конкурентам по опасному бизнесу. Но сейчас Виктор завязал с криминалом и держит экоферму, где ухаживает за любимым быком по кличке Братан. Неожиданно к нему обращается авторитет Артур, один из бывших сообщников Виктора. Обращается он с просьбой передержать на банковском счете Вити воровской общак. Виктор соглашается, но в день возврата, после падения на голову подковы висевшей на воротах фермы, он забывает пароль от счета. Комедия повествует об удивительном путешествии бандита, которое он совершает во времени. О жизни провинциальных российских городов в наши дни, а также о настоящей любви, преданности и верной дружбе. Сам сериал изначально готовился к выходу под названием «Полярный 17». Однако накануне премьеры его анонсировали под другим названием, которое и известно всем зрителям. «Полярный». Главные роли сыграли Михаил Пореченков, Екатерина Шпица и Иван Охлобыстин. А место съемок сериала – город Кировск Мурманской области. Исполнитель главной роли Михаил Пореченков высказал свое мнение о сериале. «Все, кто работал над этим проектом, очень старались и на самом деле вложили в проект душу. Производство сериала заняло целых пять лет. Мы писали и переписывали сценарий, переснимали какие-то сцены, снова и снова отправлялись в длительные киноэкспедиции в Мурманскую область. Поэтому уверенность все-таки была и поддерживалась в нас с серьезной работой. Пусть не на 100%, но на 90% мы точно верили, что сериал понравится зрителю». Съемки сериала были полностью завершены к осени 2018 года. Первая серия была представлена 25 октября 2018 года в Московском кинотеатре «Октябрь». По словам создателей многосерийного фильма, сериал завоевал большую популярность среди самой широкой аудитории, его смотрели как молодые телезрители, так и те, кто не просто слышал о 90-х, но и жил в них. В самом начале сериала, Леонидас припеваючи живет в своем поместье и довольно улыбается, в то время как знаменитый генетик и его друг с именем Альбири рассказывает ему о клонировании животных. Леонидас имеет двух сыновей. Близнецы Диогу и Лукас встречаются с одной и той же девушкой, незаметно для нее подменяя друг друга. Мать Жади умирает, оставляя дочь одну. На смертном адре мать посылает дочь к ее дяде в Марокко. Леонидас, Лукас и Диогу приезжают в Марокко. Диогу замечает экстравагантную женщину и их взгляды пересекаются. Затем они договариваются о свидании. В аэропорту города Фес, Жади встречают ее довоюродная сестра Латифа и тетка Зурайде. Затем они теряют Жади на рынке. Лукас с удивлением слушает рассказ брата о проведенной ночи с незнакомкой из гостиницы. Леонидас рассказывает сыновьям, что собирается жениться и вот-вот познакомит их со своей избранницей. Вскоре Жади находится и едет с женщинами знакомиться со своим дядей Али. Они остаются наедине, и Али требует, чтобы Жади прикрыла голову и привыкала к мусульманским традициям. Леонидас представляет сыновьям свою невесту, это и Ветти. Диогу не ожидал, что невестой отца окажется та женщина, с которой он недавно провел ночь, и импульсивно уходит. Лукас запирает его в комнате, боясь, чтобы брат не наделал глупостей. Затем он сопровождает Альбери в гости к его другу Али. Он бродит по дому и видит Жади, танцующий для сестер. Увидев его, женщины пугаются и кричат. Али дает пощечину племянницы. Леонидас открывает дверь и освобождает Диогу. Бразильская индустрия по праву занимает одну из ведущих позиций в мире. По уровню зрелищности, занимательности сюжетных линий, игры актеров, ее продукция вполне может конкурировать с американскими и европейскими образцами этого вида телевизионного искусства. Атипичные для Латинской Америки эмоциональность, многословность и сентиментальность только добавляют пряную экзотическую ноту в этот коктейль. Данная теленовелла – одна из ярких представителей этого бренда. Премьера в России состоялась на Первом канале 16 февраля 2004 года. С сентября 2013 года повторы серии шли на телеканале Мир, а с 14 июля 2014 года прошел показ сериала на телеканале Ю. Они не знали друг друга до того дня, пока в одном клубе их не отравили неизвестным ядом. И теперь тем из них, кто не умер на месте, предстоит выполнить несколько заданий загадочного кукловода. Он единственный в мире имеет антидот. Если задания будут выполнены, то наградой для выживших станет противоядие. В первой серии нескольких молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, судьба сводит в баре «Фантом». Дэн – безработный музыкант, нуждающийся в деньгах. Марина – амбициозная журналистка, чья новая статья грозит ей увольнением и судебным разбирательством. Саша пытается помочь единственному брату, угодившему в тюрьму. Славе необходимо скрыться после неудачного взлома базы данных. Хмурый, бывший сотрудник спецслужб, решает немного подзаработать. А Грек оказывается не в том месте и не в то время. Как только клуб заполняется посетителями, происходит нечто странное. В борьбе за свои жизни они должны будут получить ответы на главные вопросы, кто организовал смертельный квест, и почему для его прохождения были отобраны именно они. «Пройти, чтобы выжить» является слоганом сериала. А премьера состоялась 26 октября 2015 года. Съемки сериала стартовали 24 апреля 2014 года в Риге. Режиссеры Андрея Загидулина создатели пригласили на проект, увидев в интернете его короткометражный фильм «Наблюдатель». Ему устроили череду проверок, он делал наброски кадров сериала, снимал тизер, доказывал, что умеет работать с группой, а также прошел процесс согласования своей кандидатуры с телеканалом СТС. И только после этого с ним был подписан договор. Специально для сериала несколько художников вручную сделали часть артефактов, медную шкатулку с секретом, металлический шар, шифровальную машинку, шприц. В процессе съемок было задействовано более 150 локаций в столице Латвии и ее окрестностях. Длинные волосы у героя Павла Прилучного были выбраны для того, чтобы подчеркнуть творческую профессию его героя Дэна. Согласно сюжету, он музыкант и диджей. Латышских актеров в сериале озвучил известный переводчик эпохи видеокассет Андрей Гаврилов. Сам сериал был впервые анонсирован в 2013 году. Денис Сазонов, бывший пилот гоночной команды КамАЗ-Мастер. После перерыва в 12 лет и краха на всех жизненных фронтах, он хочет вернуться в родную команду. Но это оказывается не так уж и просто. Так начинается сериал в первой серии. Когда-то, став самым молодым чемпионом мира в истории ралли-рейдов, он был уволен из КамАЗ-Мастера за нарушение командной этики. Денис хочет вернуть чувство самоуважения и причастность к большому делу и снова выиграть ралли-рейд. Но в команде его никто не ждет. Заместитель директора команды Еремин не хочет давать ему шанс, ведь считает, что Денис серьезно нарушил командные правила. Сазонов устраивается в команду уборщиком, проходя весь путь в руль с самого начала. Но и здесь его ждет неприятный сюрприз. Он встречает свою бывшую жену, которая планирует занять место штурмана и стать первой женщиной-пилотом в мужском коллективе. Сюжет сериала выдуман, но российский спортивный экипаж КамАЗ-Мастер – это действующая с 1988 года команда, которая впервые участвовала в гонке в Дакаре в 1990-м, а через шесть лет выиграла ее. Всего с начала основания команда принимала участие в ралли 29 раз и завоевала 17 наград. Съемки картины начались в феврале 2020 года, через 14 дней после ралли в Саудовской Аравии, где экипаж занял первое место. На подготовку к съемкам ушло пять лет. Сериал снимался в Республике Татарстан, где размещена база команды. А также в Астрахани и области, в Казахстане и в Москве. Проект был создан при поддержке команды и президента Татарстана. Макар Запорожский, который исполнил роль пилота Сергея Беликова, поделился своими впечатлениями о съемках. «Я потрясен. Нас прокатили на настоящих спортивных грузовиках, тех, на которых проходит трассу пилоты. Это восторг. Каждый мальчик и по желанию каждая девочка, все должны это попробовать. Даже находиться здесь очень интересно, познавательно и удивительно. Ходить по цеху, видеть, как люди сами делают эти машины. Я даже слов не могу найти из-за того, насколько я потрясен. В детстве все хотели стать космонавтами, а я мечтал проехаться по пустыне на такой машине. Честно говоря, я не знал, что команда называется КамАЗ-мастер, но знал, что ежегодно проводятся эти прекрасные ралли. И еще я знал, что КамАЗ, как и наши синхронистки, могут похвастаться такими же достижениями. Сериал повествует о знаменитом автогонщике Максиме, который оставляет спортивную карьеру и посвящает свою жизнь жене и дочке. Ирина Авдеева работает главным бухгалтером в компании бизнесмена Евгения Полонского, который увлекается спортивными гонками. В первом эпизоде Евгений хочет уговорить Максима вернуться в спорт. Он предлагает ему очень рискованные пари. Авдеев выигрывает гонку, но едва не погибает. На дне рождения дочери Авдеева, Полонский сообщает Максиму, что на него давят конкуренты. И это может быть опасно как для него, так и для Ирины. В качестве спасения ситуации Полонский предлагает Авдееву перевести некий груз, но таким образом, чтобы его не догнали. В сериале поднимается проблема взаимоотношений отцов и детей. При этом создатели сериала сняли трогательную семейную историю, которая разворачивается на фоне захватывающих криминальных событий. Несмотря на острый сюжет, авторы картины все же считают, что «Чужая дочь» — это мелодрама. В сериале много личных переживаний героев, поиски отцом утерянной дочери, попытка наладить контакт с ребенком, отчаяние матери, которая узнала, что тайна рождения ребенка может быть раскрыта. Главную роль бывшего автогонщика Максима Авдеева сыграл Игорь Петренко, который снимался в таких сериалах, как «Рубеж», «Черная кошка», «Рожденная звездой». Также в сериале снялись актеры Андрей Смоляков, Анатолий Кот, Михаил Горевой, Надежда Михалкова, Эльвира Болгова, Сергей Насибов, Любовь Толкалина, Валентина Ляпина, Семен Трескунов. Работа над проектом велась в трех городах — Ярославле, Данилове и Москве. Зрители увидят в кадре Волжскую набережную, а некоторые сцены снимались на знаменитом теплоходе «Москва». Исполнитель главной роли Игорь Петренко рассказал о работе над проектом. Я получал огромное удовольствие от работы с Сергеем Газаровым, как я считаю, выдающимся и фантастическим человеком. У него потрясающее чувство юмора. И как актеру мне с ним очень интересно, потому что он является одним из лучших актеров современности и как режиссер занимается ювелирной работой с артистами. В дебютной серии рассказывается история про трех лучших подруг — Шуру, Юлю и Аню. Им по 18 лет, все самое важное в жизни происходит у них в первый раз, и они подходят ко всему с юношеским рвением. Шура Ермакова влюбляется в преподавателя и в тот же день узнает, что в ее семью вернулась мама, которая бросила ее в детстве. Юля никак не может разорвать отношения со своим парнем-полицейским, который ей постоянно изменяет. А Аня, используя связи своего папы-продюсера, раз в неделю придумывает себе новую карьеру. Сериал рассказывает о многом. О дружбе, о взрослении, о любви, о влюбленности, о поиске себя, о разнице между мудрыми детьми и потребителями взрослыми. О предательстве, о прощении и, наконец, о вечной и нерешаемой проблеме отцов и детей и жизненных ситуациях, которые требуют трудных решений. Слишком много важных и сложных тем для восьми серий. Сериал несет зрителю очень правильную мысль. Нельзя растрачивать себя на пустые отношения, а если нашел свою любовь, нужно держаться за нее и за всех сил. На примере Шуры становится ясно, как легко спутать любовь с детской влюбленностью. Создатель телесериала Алексей Чупов рассказал подробности о проекте. Продюсеры придумали название «Кризис нежного возраста», что в принципе отражает сюжет. Это о волнениях, переживаниях девочек, которые переходят во взрослую жизнь. Они только начали жить взрослой жизнью, но еще не стали взрослыми до конца. Это про весну жизни. Весна со всеми вытекающими последствиями. Мы не упрощаем проблемы, которые появляются, когда ты оторвался от родителей и входишь во взрослую жизнь. Мы не пытаемся одеть розовые очки на героинь или зрителя, чтобы показать, что все прекрасно. Мы показываем, что даже когда у тебя происходят какие-то неприятности, это не повод страдать. Мы говорим о том, что на самом деле все равно ты остаешься молодым человеком, у которого все впереди. Ты можешь радоваться, смеяться и веселиться. Отсутствие розовых очков – это главное отличие в том, как мы смотрим на своих героинь. Наш главный герой – ребенок богатых родителей. И в обществе таких называют мажорами. Наш герой имеет юридическое образование, но ни одного дня не проработал по профессии. В один из загулов ночью он вступился за приятеля, подрался с полицейскими и выбил табельное оружие у офицера. В итоге отец лишает героя всего и отправляет работать в отделение полиции. То самое, в котором служат ночные полицейские. Его там не ждут и даже презирают. Но именно там он начнет становиться мужчиной, встретит свою любовь и найдет убийцу мамы. Первая серия проекта повествует о юристе Игоре Соколовском, санебогатого и влиятельного отца. Но после инцидента с полицейскими, отец лишает его содержания и отправляет служить в полицию под начало полковника Пряникова. Несмотря на конфликтное знакомство с коллегами, мажору удается раскрыть первое преступление. А второе преступление повергает его в шок. Парень понимает, что в смерти девятилетней девочки виновен его ближайший друг Стас. Автор сценария криминальной драмы является Александр Щербаков, который написал первый сезон «Обратной стороны Луны». Главную роль сыграл Павел Прилучный, известный по таким проектам, как «Закрытая школа», «Геймеры» на игре. При этом все трюки во время съемок актер выполнял сам. Также Прилучному пришлось много работать с автомобилями. В кадре Павел должен был ездить на спортивной машине, управлять грузовиком и пожарной машиной. Создание сериала. Двенадцатисерийную криминальную драму поставил Константин Стацкий, знакомый зрителям по сериалам «Закрытая школа» и «Москва. Три вокзала». Продюсер проекта Александр Цикало рассказал о сериале и его главном герое. Персонаж, которого мы встречаем как абсолютно безответственного типа, к концу двенадцатой серии становится мужчиной. Мужчиной, который принимает решения, совершает поступки и пытается даже уступить женщину, которая ему нравится, другому человеку. Он ведет себя очень достойно. В сценарии мы не имели никакой город конкретно. Этот проект мне очень важен еще и потому, что мы снимали его в моем родном городе, в Киеве. Очень надеемся, если зритель оценит наш фильм, то мы сможем там же работать над продолжением проекта. Рассказывает продюсер Александр Цикало.